Мы продолжаем наше нечаянно прерванное путешествие по базилике Санта-Мария-Маджоро. Целью нашего путешествия являются знаменитые интарсии по рисункам известного итальянского живописца Лоренцо Лотто. Пока мы смотрим на дерево жизни, на фреску в южном пределе базилике Санта-Мария-Маджоро. Вот уже виденные нами амбуны, правый и левый, и здесь на хорах по пути к алтарю находится знаменитый интарсия Лоренцо Лотто. К сожалению, рассмотреть их не очень часто пускают посетителей, но некоторые из них обращены к нам, обращены в зал основной состранства церкви, и их довольно близко можно рассмотреть. Интарсии это такие микростатты по дереву, которые выполнены по рисункам Лотто и содержат какие-то очень сложные, к пониманию, шарады. Вот, смотрите внимательно. У нас есть такая форма. Мы рассмотрим те четыре сюжета, которые обращены к нам, но мы понимаем, что на хорах, то есть на сидениях внутри этой части церкви. Там каждое сиденье украшено долгим рисунком, и все они являются одинаковыми загадочными репостами. Вот, вторая часть была. И дальше рассмотрим интарсии Лоренцо Лотто. Вот. Следующий рисунок. Сюжет которого вам предстоит понять самостоятельно. В помощь могу сказать, что защищено очень большое количество диссертаций, посвященных разгадыванию этих аллегорий, и ни одной официальной, несостоятельной, осмысленной трактовки, вообще приняты. По этому поводу не существует. Вот. Такая вот еще санитарсия, изображающая мужчину верхом на тапире. Здесь вот такая вот шляпа священнослужителя. Маска с глазами. Здесь уже маска к лицу. Сверху свешивается какая-то задеревая змея. И общий смысл всей этой шарады неизвестен. Сейчас давайте посмотрим, как выглядят те хуры, на которых нанесены интарсии. Вот, наверное, тут кафедра. Сейчас мы ее обойдем. Обойдем кафедру. Обойдем распустившиеся почки. Они, мне кажется, совершенно настоящие. Они пластмассовые. Вон арган. И отходим сбоку. Эти хуры, но нет. Здесь уже повесили верёжечку. Всего десять минут назад это помещение было открыто. Вот здесь можно рассмотреть сзади. Эти хоры, эти сиденья. Тут, видите, на каждой секции тоже есть интарсии. А там находится еще часовенька. Уже было помещение. И вот тут вот такие прекрасные потолки. И здесь уже скромные, потому что 19-го столетия, захоронение представителей местной береговадской знати. Как мы помним, могила Криллионе и его капелли оформлены значительно роскошно. Вот базилика Санта-Мария Маджоро. Вот её выход к порталу Красных Львов, куда заходим мы. А вон, с другой стороны, выход к порталу Белых Львов. Ну, собственно, обещал я вам вонгарские лодки. Поэтому на этом мы закончим нашу экскурсию. Посмотрим на неё ещё раз. И попрощаемся с этими страннейшими рисунками. И вот так вот. И вот так вот. Продолжение следует...